Делегация Андижанской области в прошлом году посетила Китай с целью привлечения инвестиций и известных брендов для совместного производства. Был заключен ряд договоров на суммы от 20 до 100 миллионов долларов. И вот инвесторы из Поднебесной уже один за другим посещают регион и на месте изучают возможности для реализации взаимовыгодных проектов. В ходе переговоров с китайскими компаниями, специализирующимися в сферах образования, энергетики, фармацевтики, производства стройматериалов, автомобильной промышленности и сельского хозяйства, был достигнут ряд договоренностей. В эти дни инвесторы из КНР с ответным визитом находятся в Андижане. Они знакомятся с экономическими возможностями региона, льготами, предоставляемыми предпринимателям и условиями реализации перспективных проектов. В центре внимания производство солнечных батарей, металлоконструкции, организация производства тяжелых прицепов, автобусов, создание учебных заведений и не только. Наша компания занимается строительством гидроэлектростанции. В этом направлении мы планируем инвестировать в Андижанскую область 500 миллионов долларов. Намерены построить в ряде районов гидроэлектростанции общей мощностью 25 мегаватт. Причина, по которой мы выбрали Андижан, заключалась в том, что мы считаем регион перспективным с точки зрения гидроэнергетики. Кроме того, нам понравилось то, что вся необходимая помощь нам будет оказана. Надеемся, что все наши планы будут успешно реализованы. Выражаем свою благодарность за ваше гостеприимство и сотрудничество. С вашей делегацией в Китае мы подписали соглашение на 200 миллионов долларов. А на данный момент с двумя моими коллегами мы изучаем возможности ситуации на месте. Наш первый проект – это развитие промышленности. Мы видим, что условия здесь созданы хорошие. Я пригласил своих коллег из КНР для работы с предпринимателями из Узбекистана. Партнеры рассматривают вопрос о создании индустриальной зоны на 200 гектарах. Предусматривается, что ей будет присвоен статус свободной экономической. И также будут представлены соответствующие налоговые и таможенные льготы.